священно мученик серафим чичагов твердость духа жития святых когда русский народ не мог обнимать еще своим умом глубокие христианские истины то он уразумевал и усваивал правду божию из живых примеров описание подвигов и наставлений святых угодников божиих все это настолько сильно запечатлевалось в умах и сердцах что русский народ сделался искренним последователем христа и из житий святых познал правду христианской жизни только под влиянием этих поэтических высоконравственных исторических чтений сложилось у русского народа столь христианское и православное отношение ко всему мирскому житейскому чего нет и не было у других западных народов и вследствие чего они не удержали в своих сердцах истины драгоценного православия закон божий падение первого человека нарушила душевное состояние совесть помрачилась внутреннее законоположение изменилось и человек познал иной закон противоположный божиему тогда господь послал через моисея уже писанный закон чтобы воссоздать внутренний закон руководство благочестию на этот писанный закон только обличал людей в их беззакониях они исправлял только указывал путь они давал силы идти по нему тогда милосердный бог сперва обетовал а потом открыл людям иной путь и дал новый закон новое сердце в которых и написал этот закон это закон духа жизни во христе иисусе послание к римлянам апостол павел поэтому теперь от нас только зависит быть или не быть в общении с богом и всегда знать волю божию она может познаваться в духовном рассуждении если каждый жизненный вопрос каждое сердечное желание всякое намерение мы будем обсуждать с мыслью о правде божией и его законе но так как мы грешные люди не можем быть всегда во все дни одинаково духовно благодатны то святые старцы и учат что надо трижды помолиться о всяком деле и после сего прислушаться куда преклоняется сердце хотя немного и так поступить извещение всегда бывает заметно и понятно сердцу искание царствия божия искание царствия божия не есть удаление в пустыню или совершенное отречение от мира удаление от мира для спасения своей души и для службы богу это одно а искание царствия божия другое отречение возможно лишь по особому призыву божьему человек не может по своему произволу отречься от мира что подтверждается жизнью апостолов и других святых иное дело искание царствия божия она учит достижению того чтобы дела мирские земные не препятствовали делу духовному и небесному поэтому христос и сказал что надо прежде всего искать царствие божие и правда его евангелие от луки а потом уже заботиться о своих земных делах которые по милосердию божию сами приложатся устроятся когда человек исполнением христовых заповедей докажет свою любовь к богу и стремление спасти душу свою следовательно искание царствия божия не препятствует заниматься без вреда для дела духовного делами земными исполнением своих обязанностей по службе в семье приобретением познания в науках и прославлением отца небесного в труде и благотворениях христианская жизнь требует только чтобы впереди всех дел были поставлены заботы о душе и о будущей вечной жизни как искать царство божие не плотью не на земле и не делами мира ищется царствие божие но духом сердцем мыслию в небесном пространстве горячую молитвою воздыханиями у ног спасителя колено преклоненно пред пред благословенную матерью божию молитвы возношение духом не могут мешать заботам о семье о хлебе насущном работе и изучению наук и искусств но чтобы сердце могло найти путь и достигнуть врат царствия божий оно должно быть чисто свободно от страстей подобно тем которые блаженствуют в царстве божием такое очищенное освещенное сердце есть жилище духа святого а потому христос и сказал фарисеям ибо вот царствие божие внутри вас есть евангелие от луки и так искание царствия божия есть устроение в сердце своем жилище святому духу всякий человек обязан испытать свою веру и увериться истинно ли та вера которой он держится если она окажется ложную то отыскать где единая истинная которая ведет к истинному богу и дарует вечное спасение христос чтобы расположить слушателей к вере в себя и свое учение говорил исследуйте писание а апостолы привлекали к вере тоже убеждением они насилием но как спросите вы увериться и каким путем испытать существует два способа внешний научный внутренний путь веры первый необходим но он не всеобщий ибо в основании содержит знания не для всех доступные второй путь веры более доступны искренний живой и многоплодный это усердная молитва к единому истинному богу о вразумлении посмотрите на мир вокруг себя и увидите что все искренне верующие веруют на таких основаниях и вследствие личного опыта истинное великодушие есть прощение врагов молитва заклеветников потому что такими действиями и чертами мы получаем богоподобие все желающие жить благочестиво во христе иисусе будут гонимы говорит святой апостол павел следовательно гонимы будут все истинные христиане до скончания века будут страдать от скорбей печали искушений клеветы и бедствий мы не должны смущаться таким порядком вещей человеку который борется со злом говорит златоуст невозможно не испытывать скорбей борцу нельзя предаваться неге воину невозможно пиршествовать в сражении поэтому пусть никто из находящихся в борьбе не ищет покоя не предается наслаждение настоящее время есть время борьбы сражения скорбей воздыхание есть поприще подвигов а время покоя будет после а теперь время усилий трудов праведники терпят бедствия для их испытания грешники в наказание за свои грехи тот кто знает священное писание как должно знать не соблазняется ничем случающимся все переносит мужественно иное принимает веру и приписывает непостижимому промыслу божию а для иного видит основание находит примеры в писаниях вражда гонение мученичество дело не новое а потому христос и учит взирать на это равнодушно без страха смятение и говорит нам если мир вас ненавидит знайте что меня прежде вас возненавидел мужайтесь и докрепиться сердце ваше все уповающие на господа смотрите на истинного христианина он нетерпим среди товарищей которые обыкновенно служат всему житейскому только тому что им выгодно и кому хотите но не богу он ненавистен старшим хотя смирен и почтителен потому что самостоятелен и невольно иногда делается судьей их совести истинный христианин ненавистен многим ученым всего мира которые считают себя светилами и поэтому требуют себе поклонения а учеников евангелия признают за темных заблудших и неразвитых людей он скучен и стеснителен для современного общества потому что оно не имеет с ним ничего общего он кажется часто тяжелым и безжизненным для своей семьи так как большинство современных жен и в особенности детей желают наслаждаться всеми изобретениями века не стесняясь полом возрастом и христианскими установлениями для этого мира удобно и приятно только мирское извращенное христианство потому он преследует учеников евангелия и правдолюбцев с такой злобою какая была у древних язычников их обвиняют в небывалых замыслах и проступках забрасывают клеветами и всякой грязью бесчесть отпечатной всенародно лишают часто службы несмотря на их бедность и многосемейность отнимают последний кусок хлеба расстраивают их семейную жизнь стараются выдать за опасных и зловредных людей не спровергающих существующие обычаи и законы и общественную жизнь их с восторгом и наслаждением отдают на поругание и насмешки толпе со славою тупоумных и юродивых не удивляйтесь говорит святой златоуст когда видите что праведный совершающий подвиги терпит множество бедствий следовало бы удивляться противному то есть если бы дьявол будучи часто поражаем оставался в покое кротко переносил наносимые ему раны неудивительно если змей получая непрестанно удары свирепствует и бросается на ударяющего бог же попускает испытания для того чтобы праведник удостоился больших венцов а дьявол получил сильнейшее поражение ибо если праведник делая добро и испытывая зло за все благодарит бога тогда дьявол поражается сорок третья беседа послание к коринфянам такова воля божия чтобы возлюбленная его пребывали в трудах а не в заблуждениях и страстях долг божий не пребывает в тех которые в покое тем и отличаются сыны божия от прочих что они живут в скорбях а мир веселиться и гордиться роскошью и покоем кающийся грешник господь так возлюбил человечество что не желая смерти грешников предал за них на крестную смерть своего единородного сына а потому гибель души искупленной божественной кровью христа есть беспредельная скорбь для всех небожителей сам сын божий высказал нам какая бывает радость на небесах об одном грешнике кающимся евангелие от луки следовательно искупленная христом душа человеческая в очах божиих драгоценнее всего мира и благодать божия непрестанно борется за людей и побуждает грешников к покаянию и примирению создателем какая теперь радость на небе отец небесный со святыми ангелами радуется о кающихся грешниках иисус христос сказал что бывает радостью ангела божиих и об одном грешники кающимся евангелие от луки все вы как дети отца небесного пришли в дом божий и отчий чтобы и спросить себе прощения если вы плачете вам страшно больно и стыдно тем лучше ибо радостью ангела божиих полнее совершения если вы смущены холодностью сердца вашего неимением духа покаяния недостатком слез или неуверенностью что ваше сокрушение покаяние истинное и будет спасительное то не отчаивайтесь будьте только искренними детьми своего отца небесного смущение есть уже недовольство собой а детская робость признак смирения бог никогда не запрещал клясться бог не запрещал клясться его именем но велел людям не злоупотреблять клятвую вообще не клянитесь говорит бог именем моим во лжи мог ли господь запретить людям для которых он добровольно принял крестную смерть брать его в свидетели и именно ради правды и истины истину ведь на землю принес сам господь иисус христос нет не мог запретить и мы знаем что святые апостолы приносили клятву так святой апостол павел начинает одно из своих посланий клятвой бог свидетель пишет он что я люблю всех вас любовью иисуса христа знайте же возлюбленные что и сам господь иисус христос на суде тоже принял присягу когда первосвященник судивший его обратился к иисусу со словами заклинаю тебя богом живым скажи нам ты ли христос сын божий то иисус христос не только не сказал первосвященнику что он спрашивает не должное присягу но напротив тот час ответил ты сказал евангелие от матфея присягая евреи всегда произносили слова или аминь или ты сказал или да будет так следовательно христос принял присягу на суде и под присягу показал что он действительно есть мессия единородный сын божий и так клятва нам разрешена господом но иначе как для блага добра и выяснения правды в делах важных и законных мы христиане обязаны относиться к присяге как к делу божественному и ясно разуметь насколько велик грех клятва преступления или ложной присяги в священной истории известны страшные наказания за клятва преступления ибо обман самого бога должен повлечь за собою справедливый гнев божий так как бог поругаем не бывает грех клятва преступления будет еще понятнее если вспомнить что лжесвидетели и клятва преступники целуя ложное бесстыдно святой крест и святое евангелие уподобляются иуде предателю который предал спасителя врагам его коварным целованием тогда иисус сказал ученикам своим если кто хочет идти за мною отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною евангелие от матфея возьми крест свой говорит иисус христос ведь не сказал он создай сооруди себе крест христос также не избирал и не сооружал себе креста не увеличивал тяжести его а добровольно принял тот который ему был предопределен отцом небесным но какие это кресты которые посылаются или даются христианам похоже ли они на крест христов нет заслугами христа эти кресты были видоизменены облегчены уменьшены они теперь внутренние не потому ли их забывают сбрасывают себя даже не видят и не замечают многие христиане или они так срослись с телом нашим что некоторые не чувствуют их посмотрите сколько есть по-видимому счастливых беспечных увлеченных земными радостями молодостью красотою богатством или своими страстями самодовольством где их кресты понятно что многие сомневаются после этого в необходимости нести свой крест когда возможно и не брать его вовсе но не самообман ли это внутренний крест сросшийся с телом нельзя не взять не не нести а можно только закрыть спрятать от глаз своих и человеческих всякий грех уже внутренний крест он недолго услаждает а весьма скоро порождает скорби страдания испытания которые по неволе переносят и молодые и старые и красивые и богатые равнодушные мучаются от своего равнодушия гордые терзаются самомнением богатые страдают от сребролюбия славолюбцы от унижения грехи разоряют лишают здоровья уничтожают дарование наполняют сердце унынием тоскою отчаянием все это кресты и без них как без врачебных мер немыслимо излечить болящих душевно сердечно и духовно есть только более видимые кресты для человеческих глаз как многосемейность бедность одиночество вдовство потеря любимого человека и менее видимые как сердечные испытания умственные болезни нервные страдания духовные болезни естественно могут быть вылечены только духовными средствами так надо понести крест уничижения чтобы сделаться смиренным крест беспомощности и человеческого равнодушия чтобы ощутить милосердие всепрощение божие и возлюбить христа до желания идти за ним крест своей воли чтобы охотно отдаться благой воле господней крест разочарования в светской жизни чтобы ожить для господа крест собственной греховности и нечистоты чтобы истинно покаяться и решить победить в себе греховность слезную молитву ко христу и богоматери крест пленение злым духом чтобы возжаждать божественной благодати испытал на себе непреложность каждого слова евангелия уразуметь учения христа крест борьбы страдания терпения искушения чтобы сделаться сознательным христианином праведным человеком способным на подвиге и полезным наставником для других иначе нельзя уразуметь истины приобрести духовное зрение оказаться на пути христовом познать правду божию уверовать будущую жизнь и главное понять беспредельную несравненную животворную животворящую любовь божию и воодушевиться познанием истины до решимости ответить христу иду за тобой милосердный господи хочу спастись